Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Дома САД, меня зовут Александра, если вы впервые на моем канале. Сегодня я вас решила пригласить за вот такой стол. Я бы назвала его, знаете, рогом изобилия. В общем, будем говорить о томатах, самых урожайных, которые я вырастила в этом году. И я обещала, что как только я немного подсоберу урожай, я вам покажу как бы их все вместе, чтобы вы могли сделать себе, составить такое представление о том, что я выращивала, как оно выглядит, какие эти томаты на вкус. Ну и вместе сделаем такое путешествие в мир розовых, желтых и красных томатов, которые росли у меня на грядке и в теплице в этом году. Скажу сразу, что ни один из этих томатов я раньше не выращивала. Это все было выращено впервые. И я специально подбирала этот ассортимент, потому что хотела проверить каждый из томатов. Хотя он, ну то есть каждый из них, который я вот выбрала для посева на рассаду и потом для выращивания, он имел отличные характеристики. И по отзывам огородников, и по как бы по рекомендациям производителей. Но я не принимаю все на веру. Я стараюсь как бы сама все проверить, чтобы действительно убедиться в том, что это правильно, что это верно, что это соответствует действительности. Ну и в итоге я выбрала целых 13 томатов, которые сначала посеяла на рассаду, а потом уже через пикировку, через высаживание маленьких растений довела до момента, когда они уже начали плодоносить. Почему я выращиваю рассаду сама? Был у меня совершенно такой неприятный опыт в покупке рассады от продавцов, которые занимаются выращиванием рассады. Делала я это несколько раз. И каждый раз был не совсем удачным. Первый раз я купила рассаду, как только мы переселились из города в пригородную зону. Я высадила рассаду, которую купила. И буквально через неделю, после того, как она уже как бы прижилась, у нас прошелся урагал. Вот тут рядом такой полосой он зашел. И практически вся моя рассада, в общем, приказала долго жить. Осталось мало что. Выросло тоже мало что. Я огорчилась. Были такие хорошие, мощные растения. А оказалось, что урожай у меня получился мизерный. Это был первый момент, когда я купила рассаду. Второй момент. Я уже как бы обжилась, немножко познакомилась с местными жителями. Знала, у кого они покупают. И решила там же купить. Ну и как только я посадила, буквально там через месяц, я уже увидела, насколько эти растения хилые. Они практически не завязывали плоды. Но в рассаде они были красивыми, да. И продавец, который их продавала, тоже как бы была не первый год замужем, как говорят, она давно продавала эту рассаду. Ну, может мне не повезло, может я взяла не те сорта. Не буду более детально углубляться в причины. Ну, как говорят, не срослой. Вот так я начала выращивать свою рассаду. И томата в том числе. Хочу вам сказать, что сам процесс выращивания рассады, если смотреть по списку тех культур, которые мы обычно выращиваем на рассаду, то по отношению к томатам он самый легкий, как по мне. То есть рассаду томата вырастить проще всего. Неприхотливые растения, растут быстро, практически не требуют подкормок. Растение быстро набирает силу, хорошо переносит пикировки, в отличие от перца, от баклажанов. Не особо требовательно к температурному режиму. Поэтому, если вы начинаете свой процесс знакомства с огородничеством и садоводством, можете попробовать. Процесс очень увлекательный. Когда вы видите, что растение растет просто на глазах. Вот так вот сейчас я выращиваю практически каждый год свою рассаду. И каждый год имею возможность проэкспериментировать. То есть купить что-то или найти, или обменяться какими-то семенами. И потом получить свой собственный урожай и составить собственное представление о том, что же я выращиваю и что собой представляет тот или иной сорт или гибрид. Ну, а теперь давайте приступим к тому, что у меня здесь на столе. Посмотрим каждый вид, который здесь представлен, более предметно. Поговорим о его достоинствах, недостатках. Посмотрим его в разрезе. Сравним его характеристики, которые представил производитель этих семян, с теми, которые я по факту получила. Ну, хочу начать с моего любимчика в этом году. В общем, среди всего этого разнообразия у меня есть два любимчика. Я о них так по мере продолжения рассказа расскажу более подробно. Значит, первый любимчик это вот такие вот коктейльные томаты. это томаты Несси. Сейчас я их вам покажу поближе. Томаты Несси это томат, который я посадила впервые. Как я уже и говорила, все я эти томаты посадила впервые. Вот он, смотрите, как выглядит. На каждой веточке 9 томатиков. Практически все одинакового размера. Вот только, наверное, один тут такой небольшой. Давайте посмотрим еще одну кисточку. Ну вот, на этой тоже 9 томатиков. Последний не набрал немножко. Такой красивый томат круглой формы селекционной компании Китано Сиц. Вообще, у нас на рынке Украины представлены семена компании Китано Сиц очень предметно. Есть из чего выбрать. Я думаю, что вы не огорчитесь при выборе. Еще один важный момент. Практически все японские вот эти помидорчики японской селекции они все сладкие, сладкие. Прямо вот как будто бы вбирали солнышко и днем, и ночью. Что касается этого томата. Он абсолютно неприхотлив. Он рос я практически не замечала, как он там набирает рост, как он там набирает цвет, как он начинает опыление. рос на самом краю теплицы и вымахал сегодня где-то под 3 метра. Еще он весь усыпан этими кистями. Томат и на вид очень красивый, и на вкус очень вкусный. Кстати, я сегодня зашла на канал и услышала, прочла один комментарий, буквально вчера наверное написал его мой зритель, о том, что эти томаты Несси очень плотные, очень жесткие и на вкус никакие. Разрешите уважаемый с вами не согласиться. Просто такому томату нужна отлежка. Оставьте их на некоторое время, дня на 3, на 4, пускай над клетчаткой поработают ферменты самого помидорчика, она станет более мягкой. А о вкусе я с вами вообще готова спорить до бесконечности. Я сложила эти томаты в отдельную емкость и практически только их сегодня и ем. Очень вкусный томат, очень вкусный, мягкий, не надо его резать, не надо его чистить, просто помойте, положите себе на тарелку в салат, просто для к мясу, к рыбе и он везде будет уместен. Томат очень вкусный. а теперь давайте взвесим и сравним с характеристиками производителя компании Китана Сис, которая заявила там его вес и посмотрим насколько он совпадает с тем весом томатов, которые я вырастила. Взвесим веточку. 200 граммов. 200 граммов здесь 4, 6, 9 томатов, в общем, даже если поделить на 9, это примерно максимум, максимум 30 граммов один томатик. Максимум. Давайте вот сейчас оторвем и взвесим. Здесь у меня ветер колышет. Вот как я и говорила, даже 28 граммов. Вот такой вот он маленький хорошенький томатик. Теперь разрежем, посмотрим какой он сбежал. Понял, что сейчас будет сложно. такой маленький красавчик, полон семян, красивый сочный томат. Коты пришли на водопой, поэтому мне пришлось отлучиться. Ну, давайте продолжим. Еще раз буквально несколько фраз. Не прихотлив, не болеет, плодоносит, высокий, сладкий, и чтобы был мягким, надо, чтобы он полежал. Следующий томат, это вот бенигара. Вот он, такой вот томатик. Красивейший, красивейший. Ветки такие усыпанные плодами, очень много, прямо целыми гроздьями висят они. томат такой, я бы сказала, знаете, презентабельный. Хотите украсить теплицу, огород, прилавок, на котором, может, продаете выращенные томаты собственными руками, обязательно заведите его себе в список. Поставьте в список, посейте и вырастите. Я купила буквально пять семян в этом году. и знаете, если вот заходишь в свой огород и смотришь эту линейку, он самый выразительный. Самый выразительный. В общем, среди всех томатов выразительных, я бы сказала, четыре. Это Бенигара, вот этот Несси, этот Сарра и вот еще один Ямамото. Это самые выразительные, привлекающие к себе внимание. Бенигара тоже ранний томат, индетерминантный, высокий, созревает он по мере формирования кистей. Снизу до верху кисточки потихонечку начинают наполняться, начинает желтеть томат. Цвет он тоже меняет. Сначала такой вот сейчас я вам покажу. Вот сначала такой желтенький, потом становится более оранжевым. Очень красивый томат и вкусный, вкусный, но он более плотный, я бы сказала, чем Несси. Сейчас разрежем и посмотрим как он выглядит внутри. Оказывается маловато было. Лады хотят еще и покушать. Давайте посмотрим какой он в разрезе. томат красивый, но видите, достаточно большая такая полоска, это клетчатка, которая его держит, потому что на самой кисти томатов очень много, и наверное, чтобы они долго держались. Кстати, из-за того, что хорошо держится, он не падает, даже по мере созревания, он все равно висит на веточке. Это благодаря структуре клетчатки, которая внутри. То есть у него достаточно сильная стержневая система крепления, я бы так сказала. томат тоже сладкий, но в нем меньше сладости, чем в Несси. Несси более сладкий томат. Проверим сейчас характеристики, которые предлагает нам производитель Китанусиц и сравним с тем, что я получила. Производитель томатов заявляет, что вес каждого томата 100-180 грамм, но я в этом сомневаюсь. Давайте буквально сейчас взвесим несколько экземпляров и посмотрим. Ну вот смотрите 80, 70, ну примерно 70, то есть 100-180 к сожалению нет. Надо 3 томата, чтобы получить 200 граммов. То есть томат примерно 70-80 граммов. Томат неприхотливый, тоже практически не болеет. Созревает дружно, но постепенно. То есть вы можете растянуть урожай на несколько недель и наслаждаться этим томатиком. Теперь я переместилась немного левее. Тут у меня огромнейший желтый томат. Он называется Ямамото. Вот так он выглядит. Сейчас покажу поближе. Такие вот Ямамотики. Раз я здесь уже давайте сразу взвесим. 200 граммов. Два томата 426 граммов. Большой важный томат, который конечно приятно видеть на тарелке каждый день. Сейчас верну на тарелку. Посмотрите как он окрашен. Этот вот уже созревший он такого оранжевого цвета. Этот еще не совсем зрелый. Тот который слева еще не совсем зрелый и он желтенький. Есть томатики и поменьше. Скажу что по мере формирования кистей по высоте куста томат становится немного мельче. Уже не хватает питательных веществ. Я не хотела уже подкармливать. Думаю пусть досозревают. Поэтому так наверное и получилось. Теперь давайте посмотрим его в разрезе. Крупный. Люблю такие томаты крупные. посмотрите нет этих центральных стержней которые присущи обычно большим томатом чтобы они держались. Вот какой он красивейший красивейший томат. Скажу что в этом году у нас желтые томаты стоят довольно дорого. Они даже примерно на 50% дороже чем розовые. Красавец красавец Это тоже японский томат он довольно сладкий но я бы сказала неприторный сладкий сладкий хороший томат.